Начать этот репортаж мы решили немного необычно на электротележке. Ведь и находимся мы в не совсем обычном месте. Это теплица Белгор благоустройства, где круглый год лета и круглый год кипит работа. А что здесь происходит в ноябре? Давайте посмотрим. На входе в один из цехов теплицы нас встречает главный инспектор по борьбе с грызунами – Рыжик. Его успехи – залог сохранности растений, а зарплата – полные миски еды и бесконечная любовь персонала. А экскурсию нам проведёт Ольга Фисенко. В теплице БГБ она работает уже более 30 лет. Пройдя путь от мастера до начальника участка, она знает эти места как свои пять пальцев. Стеллажи уже активно укомплектовывают, готовят к посеву семян. Ловкие движения рук, сосредоточенные лица, черенкование и пикировка растений идут полным ходом. А это настоящее искусство, требующее точности и знаний. В теплицах всегда у девчат позитивное настроение, всегда музыка играет, потому что если будет хороший настрой, то, соответственно, хороший посадочный материал получим в дальнейшем. В руках девушек – горшки, в каждом из которых скоро появится новая жизнь. Сейчас проводят санитарную обрезку, делят кусты, готовят их к будущему цветению. «Раньше мы выращивали на одном торфе, сейчас мы будем мешать торф с землёй, делать новый субстрат». Здесь же зимуют и многолетние растения, привезённые из городских клумб. Специалисты обеспечивают им оптимальные условия для встречи зимы. Помимо того, что мы видим с вами на улицах города, есть в теплице и экзотические для нашего региона растения. Например, банан, гранат и каучуконосный фикус. Его высадили в теплице в 1991 году. Сотрудники стали ухаживать, и вы только посмотрите, как он разросся. Настоящая гордость теплицы. В тепличном комплексе около 7 тысяч растений. Каждому внимание и забота. «Если вы думаете, что работа в теплице – это легко, ну, казалось бы, просто посадить растения, немного поухаживать за ними, то нет. Бывает и опоры покрасить надо, и тачку тоже нужно повозить. Причём содержимое может быть абсолютно разным. И цветы, и земля, и торф, и так далее. И лопаты тоже поработать нужно. Например, чтобы просеять землю». Большинство работников тепличного комплекса – женщины. К физическому труду дамы привычные, и работа с цветами для них в удовольствие. «Самое главное, ну, я думаю, наша к ним любовь. Мы их с любовью сажаем, поливаем, ухаживаем и отдаём на город. Там, где уже наши девочки в парках уже сами сажают и продолжают за ними ухаживать. Ну, не любили бы свою работу, не работали бы». И благодаря их труду весна в Белгороде будет особенно яркой и запоминающейся. А лето будет просто праздник какой-то. Алина Корчагина, Денис Бабков, Белгород Медиа.